Противоправные дела одесской власти стали угрозой государственного масштаба. Ситуация в городе обсуждалась на заседании подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. В заседании подкомитета под руководством народного депутата Игоря Луценко участвовали представители Министерства обороны, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Национальной полиции, Государственного геокадастра, Министерства информационной политики. Одесские общественники дали свою оценку деятельности городской власти. Правоохоронные органы в Одессе, это всем очень хорошо известно, сповпрацуют с олигархично-криминальным кланом Ангерн, Галантерник Труханов и абсолютно не желают ані расследовать те дела, которые я в 18 ГРДЛ по моих заявках заарестрованы. 18. Они не расследуются. В Одессе вкрадено привоз, Старостяная площадь, Аркадия. Это то, что знает вся страна. Они вкрадены и они належат сегодня этому группованию. Наиболее яркий и скандальный пример деяний мэрии Геннадия Труханова – передача земли аэродрома школьной под коммерческую застройку. После попытки его силового захвата группой боевиков стало понятно, что единственный действующий военный аэродром на юге Украины может быть уничтожен. Когда мэрия Рада, не имеющая на это право, Геннадий Труханов и под контролем его керевники коммунальных предприятий, начали оформлять земли с литной смугой аэродрома на место. Паралельно с этим начался процесс восстановления с литной смугой аэродрома в Террасполе, где как раз оперативная группа військ Российской Федерации начала восстановить этот аэродром. По мнению общественников, для исполнения своих антигосударственных замыслов Геннадий Труханов привлекает частный бизнес – фирму, обслуживающую гражданский аэропорт Одессы. В адрес мэрии прозвучали и обвинения по поводу предоставления льгот коммерческим структурам, занимающимся городскими парковками. По мнению активистов, сэкономленные деньги идут на финансирование войны в Донбассе. Люди сплачивают 10% от вартости парковального сбора, 90% – это близко 40 млн грн. на рік, иди в кишенях этих людей, которые сегодня бывают наших солдат на Сходе. Мы сегодня как раз подготовили заяву до СССР за ст. 111 ККУ Державная Зрада. И мы надеемся, что расследование будет проводить не Одесский СБУ, которое за все годы не смогло, скажем, никаких претензий предъявить военнослужащий, а следствие Центрального управления СБУ. Наиболее активные общественники-журналисты попадают под удар в прямом смысле слова. С ними в Одессе расправляются. Не жалеют даже женщин. Нападения совершаются среди белой дня в людных местах. Формально уголовное производство начинается, но фактически расследование не ведется, никто к ответственности не привлечен. В незаконных действиях общественники обвиняют и бойцов так называемого Департамента муниципальной безопасности, который фактически выполняет функцию личной армии мэра. Ключовый аспект террору индивидуального протективистов, есть отсутствие расследования, справа против них. И этот аспект безапелляционно дотримуется. Постейное брехнение от начальника головного управления национальной армии мэра в Одессе, это норма. Мы, в принципе, привыкли, мы уже даже не реагируем на это, как какой-то подразный. Это уже тоже в норме, мы привыкли до этого. Мы имеем ситуацию, когда, в принципе, правоохранные органы области подпорядкованы одной финансово-промисловой группой. Оказалось, что делами Одессской мэрии в Киеве заниматься не торопятся. Представителю службы безопасности пришлось это признать. Сколько проведений по Одессской міськой раде из тех, которыми занимается ваш подраздел? Цифру можете назвать? Общественники потребовали у представителей органов центральной власти взять под контроль ситуацию в Одессе. Но такие требования звучали уже неоднократно. Результата пока нет. Продолжение следует...